Я считаю, что каждый, кто увидел это, будет глубоко тронут мудростью и правотой Габриэля Метте. Я лично пережил Холокост в младенчестве. Я едва выжил. Мои предки и большая часть нашей большой семьи были убиты в Освен-Тиме. В моем подростковом возрасте в Канаде я стал сианистом. Это мечта о возрождении еврейского народа на своей исторической родине. Колючая проволока вокруг Освен-Тимы была заменена границей еврейского государства с мощной армией. Затем я обнаружил, что дела обстояли немного иначе. Для того, чтобы воплотить еврейскую мечту в реальность, мы терроризировали местное население. Знаете ли вы, что невозможно построить еврейское государство без притеснения и изгнания местного населения? История Израиля показала без сомнений, что изгнания палестинского народа были постоянно, повсеместно, жестоко, кровопролитно и с огромным энтузиазмом. Это именно то, что называется накбой среди арабов, трагедией, катастрофой. Есть закон о запрете отрицать Холокост в Канаде, однако в Израиле запрещено упоминание о Накбе, несмотря на то, что именно это лежит в основе построения этого государства. Однажды я посетил оккупированные территории, Рассел, во время первой интифады. Для тех, кто не в курсе, интифады называются арабское сопротивление на оккупированных территориях Израиля. Я заливался слезами следующие две недели после увиденного, всю жестокость оккупации, притеснение, всю кровопролитность этого, как разоряли палестинские оливковые рощи, как отрезали воду, как издевались над палестинцами, и это продолжается и сейчас, однако гораздо хуже, чем тогда. Это самая продолжительная операция по изгнанию в 20-м и в 21-м веках, и она все еще продолжается. Я бы мог завтра же отправиться в Тель-Авивы и потребовать гражданства в соответствии с законом о праве на возвращение, но мой палестинский друг в Ванкувере, Ханна Кавас, тот, кто родился в Иерусалиме, никогда не сможет. То есть, если я имею право вернуться спустя 2000 лет, почему Ханна не может вернуться спустя 70? Итак, эти несчастные люди в ужасном плену. Люди называют это самой огромной тюрьмой под открытым небом. Вам не обязательно быть солидарными с Хамасом, чтобы защищать права палестинцев. Это абсолютная ложь. Возьмите худшие вещи, которые вы можете сказать про Хамас, и умножьте на тысячу, и это все равно еще не дотянет до израильских репрессий и убийств. И изгнание палестинцев. Любого, кто критикует Израиль, называют антисемитом. Термин антисемитизм означает проявление враждебности к евреям по этнической и религиозной принадлежности. Это метод запугивания тех хороших людей, что не относятся к евреям, кто желает говорить правду. Если вы обратите внимание на западную прессу, когда гонконгские участники протеста бросались камнями в полицию Гонконга, это считалось героизмом в американской прессе. Когда в Мьянме, Бирме, участники протеста стреляли из рогаток в армию, в репрессивную армию, о них высказывались в западной прессе как о героях. А когда палестинские дети кидались камнями в солдат Израиля, их прозвали террористами. И Израилю сходят с рук гораздо больше, без какой-либо критики со стороны западной прессы, чем иным странам. Она руководит программой для палестинских детей, которые заключены в израильских тюрьмах. Дети 14 и 16 лет заключены на месяца или даже года. Порой они не видят своих семи месяцами. Если же в них осталась хоть капля человечности, то они будут плакать, как тогда плакал я. Сегодня каждый может открыть Ютуб и послушать Илона Паппа. Израильских историков также можно послушать Нормана Финкелсона, еврейского профессора, мирового эксперта по вопросу газы, которого выгнали из собственного университета за то, что он открыто говорил против действий израильской полиции. Вы также можете послушать немалое количество солдат израильской силы обороны, которые рассказывают о совершенных бесчинствах и о которых теперь сожалеют. Вы можете послушать слова израильских летчиков, которые говорят о том, почему они отказались летать над газой из-за тех злодеяний, что они совершали по приказу. Вы можете найти абсолютно любую информацию, которую захотите. И если кто-то сегодня в неведении, то это не потому, что информация отсутствует. И нет никакого оправдания незнанию истины. Это попытка заставить молчать любого, кто говорит правду, будь то еврей или нееврей. Я искренне желаю тем неевреям добиться успехов, которые выступили против клеветы, и не пугайтесь обвинения в антисемитизме. Я действительно желаю этого. Вопрос не в том, чтобы быть за палестинцев. Вопрос в преследовании правосудия, преданности, свободы, правды. Разве не так? Перевел и озвучил Октоманс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова